У меня для вас вопрос от Аруна из штата Коралла, Индия. Он пишет, Антонио, смотрю твои видео. Последний год, мне очень нравится. У меня вопрос по духам. У меня есть три пары духов. Dior Sauvage, Ultra Male и Club Denue Intense. Я наношу два раза на грудь, два раза за ушами, один раз на заднюю часть шеи и иногда брызгаю на шею. И при этом через два часа я больше не слышу аромата. В чем проблема? Арун, во-первых, спасибо за такой хороший вопрос. Прикольно, что ты подчеркнул то, как ты наносишь духи и назвал, какие именно духи. Так вышло, что у меня есть все эти духи и я знаю, как они себя ведут. Это позволит мне лучше разобраться в проблеме. Моя первая мысль – ты теряешь обоняние. Это означает, что ты привыкаешь к аромату. Пару минут после того, как ты наносишь духи, ты перестаешь их воспринимать, потому что, грубо говоря, твое тело начинает так пахнуть. И это происходит специально, чтобы ты мог улавливать другие ароматы. Представь, ты идешь к своей бабушке, ты знаешь, как пахнет у нее дома. У каждого человека есть запахи, которые они ассоциируют с чем-либо. Но когда ты попадаешь в гости к своей бабушке и проводишь там 10 минут, тебе уже не пахнет. Ведь ты уже привык. Мой совет перед тем, как нанести еще раз духи, потому что, я так понимаю, тебе кажется, что тебе не хватает, попробуй спросить кого-то, кто рядом, слышат ли они аромат духов на тебе. Может, ты даже задушил парочку людей. Ты-то уже привык, а они все слышат. Далее, духи, которые у тебя могут оказаться подделкой. Подделка, как можно понять, это не настоящие духи. И этому есть причина, потому что оригинальные духи стоят по 100 долларов. А есть духи, которые стоят несколько сотен долларов. И поэтому другие пытаются заработать на том, что продают духи, которые выглядят как настоящие и которые не пахнут как оригинальные, но приятно. Многие люди не разбираются и верить или нет, но они даже попадают в магазины. Можно проверить духи. Посмотреть на донышко, там должен быть уникальный код. Можно покопаться в интернете, чтобы разобраться, какие духи настоящие. Мне нравится покупать у авторизованных продавцов, которые делают свою работу и отсекают подделки. Но я не думаю, что у тебя подделка, потому что ты называл Club De Nude Intense. И как вам может быть известно, это клон вот этих духов Крит Авинтус. И если бы ты назвал его, а он стоит несколько сотен, тогда можно было бы задуматься, потому что их часто подделывают. Так что ты даже мог поверить в то, что купил что-то настоящее, а это оказалось подделкой. Но вот эти духи — это клон. Это легальная копия. И поэтому они могут продаваться по 30, 50 долларов. Может дешевле, если купить ее с рук. Суть в том, что это не так выгодно делать подделки на такие духи. Парни, я знаю, что у вас есть свои мысли по этому поводу. Пишите в комментариях, какие ваши любимые долгоиграющие духи и какие вы можете дать советы для того, чтобы духи дольше держались на теле. Что еще может послужить причиной, почему духи вветриваются? Я думаю, что причиной может оказаться, что духи уже старые. Их могли держать на солнце, а солнце вредит духам. Оно нагревает жидкость и меняет молекулярную структуру, что может навредить духам. Поэтому в руки могли попасть духи, которые хранились на солнце и повредились. Другой причиной может быть концентрация. Могу предположить, что Dior Savage у тебя оказались EDT. Как вы могли знать, EDT – это самая слабая версия духов. Выше по уровню после EDT идут EDP. В них уже в два раза больше концентрации аромата, в результате чего они должны быть сильнее и дольше держаться. А если вам хочется чего-то сильного, тогда надо выбирать парфюм. В них уже 20-30 процентов концентрата. Что я заметил, они не держатся намного дольше, но они более сладкие, поэтому для закрепления запоминайте, что EDT слабая, а парфюм или EDP гораздо сильнее. В случае, если ничего из этого не подходит, у тебя оригинальные духи и это парфюм, это сильные ароматы, они не старые и не поврежденные. Что же еще может быть? Дело может быть в химии тела. Так случается, что некоторые духи просто не держатся на некоторых людях. Может быть так, что твое тело и масла, которые оно выделяет, просто не сочетаются. Я уже слышал от некоторых людей, что вот эти духи, лям-мэйл или ультра-мэйл, что они не держатся долго, если у них жирная кожа. И это может быть твой случай. Я даже знаю других людей, которые говорят тоже про Крид Авентус или Клаб Даниют. Окружающая среда – это еще один момент, который мы можем рассмотреть. Если ты в горячей зоне, ты сказал Керрола. Насколько я знаю, там очень влажно, это рядом с океаном. Обычно проблемы у более пустынных регионов. Ведь чем жарче, тем быстрее испаряются духи. А это оказывает сильный эффект на то, сколько они продержатся. Подытоживая все вышесказанное, у тебя оригинальные хорошие духи, а не оригинальные, но ты никак не можешь понять, в чем проблема и хочешь хорошо пахнуть во второй половине дня. Вот тебе мой лайфхак. Берешь свои духи, снимаешь дозатор, берешь туристический флакон, надеваешь сверху, нажимаешь пару раз и готово. Теперь у тебя есть походный флакончик с духами, они стоят 5-10 долларов, но это шикарная вещь. Они позволяют легко и просто брать с собой свои любимые духи. Ты сказал, что наносишь духи на свое тело. У меня вопрос, а наносишь ли ты духи на свою одежду? Не хочу сказать, что надо наносить дополнительно духи, ты и так брызгаешь 7 раз. Но как насчет того, чтобы нанести несколько раз на одежду? Это может быть рубашка или свитер или пиджак. И вот почему, когда ты наносишь духи на тело в горячие зоны, да, это влияет на аромат, он нагревается и становится более интенсивным, но он не держится долгое время на теле, потому что кроме того, что ты принимаешь душ каждый день, тело само по себе потеет, в отличие от одежды. Когда я использовал ультрамейл, я слышал этот аромат спустя несколько дней. Но, внимание, не наносите духи близко. Надо наносить их на расстоянии хотя бы 15 сантиметров между дозатором и одеждой, потому что в духах есть масла, и они могут оставить пятно на одежде. Думаю, может возникнуть вопрос, как же наносить правильно духи, какие ошибки стоит избегать. Для этого я подготовил видео, в нем я показываю все, что вам надо знать не только о том, как наносить духи, но и сколько следует наносить, чтобы вокруг вас никто не задыхался. Да, вы сможете избежать самые частые ошибки, посмотри, посмотрев это видео.